Ни котлеты, ни сметана не заменят нам метана. Дорогие друзья, не побоюсь этого слова. Легенда анаболических стероидов метан, драстанолом. В общем-то, в чем суть? Суть в том, что сначала он был безумно популярен. И вот у меня есть старое видео, я лет 7 назад снимал, где тренер по тяжелой атлетике, сейчас, думаю, даже, возможно, всплывет ссылочка, рассказывал, как они в советское время покупали метан в аптеке, тогда спокойно продавался, он говорит, мы его делили просто всю пачку, я не знаю, 100 таблеток, и вот 50 таблеток выпивали за раз, и шли тренироваться, и стоил он 3 копейки. Ну, отсюда, соответственно, конечно, побочные эффекты и боязнь этих побочных эффектов, отсюда и отношение к нему как к грязному препарату. Не существует грязных или чистых препаратов. Все зависит от анамнеза пациента. Если речь о токсичности препарата, а именно это делает метан, это, конечно же, безумная токсичность этого препарата, то, соответственно, конечно, мы не можем употреблять этот препарат на постоянной основе говорить о том, что это вот как тестостерон, наша база, наш фундамент и так далее. Но нельзя говорить, что мы можем полностью его вычеркнуть. Да, иногда он нам необходим. И, наверное, чтобы не делать выпуск слишком длинным, я не буду о нем говорить в одном выпуске о его показаниях и противопоказаниях. Я коротко сейчас зацеплю показания и, соответственно, коротко зацеплю те случаи, когда наиболее вероятно мы его можем применять. Соответственно, все остальное, все остальные вещи о противопоказаниях напишите мне в комментариях, если я увижу, что вам интересно это, то я поговорю отдельно. Соответственно, базовые противопоказания – это все те, которые я проговариваю во всех видеороликах про анаболические астероиды. Здесь ничего не меняется. Поэтому здесь только, наверное, УЗИ брюшной полости становится гиперобязательным. Вот гипер-гипер-гипер очень-очень-очень нужно сдать УЗИ брюшной полости, если вы хотите жрать метон. Вот прям обязательно. Стоит оно полторы тысячи рублей, как пачка метана. Поэтому, соответственно, жертвуйте лишней пачкой метана и сдавайте УЗИ брюшной полости. Вот. Значит, в чем суть? Чтобы, соответственно, понять, какие показания у метана, надо вспомнить время, когда он изобретался. А это было практически довоенное время, его там начали изобретать. Вот. В чем смысл? Тогда надо было чем-то экстренно лечить. Дистрофии, остеопорозы и прочее. И вот комплексно, особенно немцы, любили где-то, ну, наверное, ну, больше уже послевоенное время, я имею в виду Великое Отечественное, его начали как-то вот всем подряд там раскидывать. Вспомните тот же пример с Артуньдом Шварценеггером в Австрии, когда он там где-то писал, что там, по-моему, в одной из своих автобиографий, что многим подросткам даже назначали этот препарат, когда был недобор веса. И он якобы это компенсировал. Ну, конечно, это не оправдано совершенно, но, возможно, на то время, когда у вас только палки и камни, может быть, это и оправданно. Не знаю, я не занимался лечением, да, сто лет назад, как бы это вообще, как это выглядело, да, это совершенно другое клиническое мышление и так далее. В современном мире это не оправдано. В современном мире оправдано применение метанолистенолона, в первую очередь в какую? Если это прогрессирующий остеопороз, и вы собираете какой-то, ну, самый дешманский коктейль, чтобы тормознуть его вот сейчас. Вот прям срочно нужно тормознуть, и больше, ну, никак нечем. То есть вы по какой-то причине не можете найти ритаболео. Но такие ситуации, они бывают крайне редко сейчас. А самое популярное что? Это подготовка к силовым видам спорта, соревнований, да. И нужно здесь и сейчас подхлестнуть, соответственно, ваши силовые. Хотя бы килограммчиков на 5, а то иногда можно и на 10. И вот таким образом, соответственно, возможно, употребление даже больших дозировок метана. Естественно, с предварительной подготовкой вашего ливера печени вашей хотя бы за месяц. Вот. То есть, опять же, скажу сразу, колоть гептрал не круто на курсе анаболических стероидов внутримышечно. Потому что при внутримышечном инъекции гептрала, долго рассказывать почему, но, в общем, при внутримышечных инъекциях гептрала растут липопротеиды низкой плотности. Ваш плохой холестерин. И растет он именно по той причине, что вы вкололи гептрал. А вот если вы хотите узнать, почему он растет, тогда пишите мне внизу в комментариях. Мы об этом обсудим. Это все дело. Поэтому я и говорю, подготовка печени должна быть грамотно назначена, потому что многие гепатопротекторы на курсе анаболических стероидов растят. Плохой холестерин. А вы об этом и не знали. Больше, чем уверен. Вот. Значит, дальше. Для чего может еще вам понадобиться метан? Ну, естественно, это лечение дистрофии. И лечение дистрофии, оно в корне может отличаться от, соответственно, лечения каких-нибудь остеопорозов. В том плане, что иногда, да, нужно сроченько набрать хотя бы пару килограммчиков. И у людей тоже там острые ситуации. Не так все однозначно. Там бывает целый, соответственно, комплекс синдромов, симптомов, болезней. А, как я говорил, иногда все упирается в деньги. И таким образом метан становится, может быть, более дешевым выбором в лечении той же дистрофии. Но это все, когда мы на пороге буквально бедности стоим. Потому что разница между метаном и другими более современными и качественными препаратами стоит, ну, буквально в пару тысяч рублей. Но бывают малоимущие пациенты. И бывает, что такое иногда в некоторых ситуациях действительно оправданно. В большей части моментов соревновательной подготовки, если речь идет не о выходе на пик силы, пролонгировано длительно, метан вам не нужен. Однако могут понадобиться относительно большие дозировки метана, даже относительно, на мой взгляд, привычные дозировки метана, в короткие промежутки времени у спортсменов. Противопоказаний у метана выше крыши. Поэтому, если кому-то этот динозавр интересен, то, конечно, пишите мне. Соответственно, пишите мне комментарии, я сниму о противопоказаниях. Но главное противопоказание, какое, как и у всех препаратов, это то, что вы его где-то взяли в неизвестном месте на черном рынке, ни у кого не посоветовались. И, соответственно, дай бог, если это будет мел, а не какая-нибудь отрава, я не знаю, что там насыпят. Да просто дозировку пересыпят вам, да, даже захотят сделать лучше, а получится, как всегда. А вы и так решите его есть много и получите, соответственно, токсический эффект, после которого неминуемо будете лежать где-нибудь в реанимации. Чтобы не лежать в реанимации, нужно брать у проверенных людей. Вот, соответственно, что еще хотелось бы обратить внимание. Применение метана крайне сложно оправдать в длительный срок. В короткий очень легко, если идет дело о спорте. На сегодняшний день для реабилитации, для лечения дистрофии, это выбор крайне малоимущих пациентов. Я ни в коем случае не хочу никого оскорбить. Этот термин совершенно, так скажем, научный. Малоимущий круг лиц. Такие есть, о таких не стоит забывать. Мы с такими работаем. Такие задачи иногда пациенты ставят. Делать максимально дешевое лечение. Пациенты, в том числе, даже потерявшие, возможно, частично свои возможности двигаться. И для них, может быть, будет, конечно, и оправдан этот метан. Для спортсмена, студента, на мой взгляд, лучше продолжать копить на нормальные препараты. Потому что метансола, это такая зад... Ну, как вам сказать, вы что-то наберете, но это очень что-то. Ну, то есть, ну, это вот прям... Ну, это архаизм. Ну, прям не надо. Ну, прям есть куча-куча других вариантов. Реально. Поэтому, на мой взгляд, такой вот специфический препарат на сегодняшний день, перекочевывающий в, как любят это говорить, в список для профессионалов. То есть, для людей, кто уже примерно понимает... Вот, понимаете, как пазл такой, да? Вот как вот вы готовите блюдо. И метан, это та вещь на сегодняшний день, когда вот вы чуть-чуть, ровно вот, как вот, подсолить, да? Вот ровно вот в нужный момент, там, я не знаю, поперчить. Вот в нужный момент нужную дозировочку бахнули. И вот если вы в нужный момент нужную дозировочку бахнули, вы получите вау-эффект, как ни от какого другого препарата, даже с тринобалоном не сравниться. Потому что это нужно делать вот прям, прям вот в стадии подготовки. Вот вы ходите на силовые, тянете 200, бахнули, пик силы, вышли на 220, потянули на соревнованиях 220. То есть, ну, это вот все нужно в определенные, тут уже и программа важна, как пишется ваша, и так далее. Просто так его покушать, ну, вода, вода будет туда-сюда скакать, да, будет казаться, что вы банки накачали. Ребят, выпейте регидрон, меньше побочек будет серьезнее, чем от метана. Вот, и раздует вас от воды так же, ну, на сутки только, может, на двое. Ну, реально, есть куча способов, не знаю, накачайте себя физраствором, если вам так надо. Но не надо баловаться с задержкой воды, которую вызывают анаболические стероиды. Не надо качать свое эго. Будьте здоровы, я вас жду на своих онлайн-консультациях. И, в общем-то, не забудьте подписаться на канал, здесь скоро будет куча всего интересного по спортивной теме. Субтитры сделал DimaTorzok